Всем привет! Ровно год назад, 24 декабря, я приехал в этот магазин в метро в Воронеже и снял цены крепкого алкоголя. И сейчас мы с вами вместе зайдем и посмотрим, насколько все подорожало, а вдруг, может быть, что-то и подешевело. Давайте сравним. Если год назад дороги были заснеженные, то в этом году у нас, ребята, видите, дожди. На улице плюс 8, так говорит у меня термометр в автомобиле показывает. И вот мы зашли внутрь магазина, внутрь метра. Чем не нравится метро, тут всегда очень много подарочных упаковочек. Давайте посмотрим цены. Итак, Red Label 07, подарочный, 1100 рублей. Red Label, запросто, 1300. Black Label, 200. Упаковочка, стаканчики, все дела. В прошлом году это стоило даже дороже. Теперь посмотрим на Грен Моранжи. Вот такая красивая, яркая, желтая коробочка подарочная, 2500. Нормальная цена для подарка. Macallon 4000 в коробочке. Ну, 4500. Я не знаю, сколько он стоит в простые дни. Macallon. Одна штук 3600 от 5-ти 330. Ну, 5 я не выпью. 3700 в принципе. Дорого. Белуга. Ну, здесь, наверное, дорог сам стаканчик. 1400. Давайте посмотрим, что там внутри. О, боже мой, там так сложно все упаковано, я не буду это распаковывать. Но стаканчик там один, стаканчик очень красивый. Больше похож на чайный. Кстати, Белис. Вот, посмотрите, Белис. Тысяча рублей за 07-ю. Такой подарочной, по красивой коробочке. Очень хорошая цена. Переезжаем. Вот на этой ветрене в Бакарде. 970 рублей. Плюс 2 шотика. Карта Негро. Кстати, прикольная цена. Бром Бакарде. 950 рублей. 07-й. Надо на канале. Мы его еще не дегустировали. Я думаю, надо взять, попробовать и вам рассказать. Белуга Хантер. Тысяча рублей. Вообще он стоит. Тысяча рублей, наверное, за 2 стаканчика. Вообще стоимость порядка 500 рублей. Вот 07-я она стоит. Но за 2 стакана платить еще 500 рублей. Стаканчики хотя такие красивые, охотничьи. Черт любери, кому подарить. Балантайнс 1300. И тоже все ради стаканчиков. В принципе, 1000 рублей. Остальное все за стакан. Дороговато. Балантайнс. Тоже 1000, да? 1000 рублей. Если вы помните, что в Черную Пятницу мы здесь снимали. И Джек... Джим Бим, вернее Джим Бим стоил 1200. Сейчас на Новый год за 1200 можно Джим Бим купить 07-ю. В такой большой коробочке. Со стаканчиками. Вот это вот хорошая цена. 1200 за стаканчики, за коробку. Подарок отличный. Джек Дэниелс. Я спрашиваю, сколько у вас Джек Дэниелс? Оператор. 1800. Вот такая большая. Два стаканчика квадратных. Очень неудобно из них пить. Неудобный стакан. Ну, во всяком случае, цена приличная. Ну, за 1500 можно купить Джека Дэниелса. С двумя стаканами. В такой упаковочке. Ух ты, ух ты, ух ты. Давайте посмотрим. Там шейкер. Ну, что-то как-нибудь лишь отдельно. Он там хорошо упакован. Я не буду... Оператор покажет. Не буду это разбирать. Потом боюсь, что я это не соберу. 1900. Черт знает. Давайте посмотрим Ханеси. А, Ханеси вес. Подарочная упаковочка. 2600. Ну, как-то дороговато. Неоправданно высокая и не очень вкусная. По моим экспериментам. И не только по моим отзывам. Вот Грэй Гус. Стоит 2000 рублей. Литр. Я бы не отдал. Даже по таким ценам. Кстати, Ягер, посмотрите сюда. Неподарочная коробочка. 999 рублей. Любитель Ягера. Прикольная цена. Ягер Мейстер. Кстати, какой-то новый Ягер Мейстер. 56. 1400 рублей. Пластиковые бутилки. Быстренько пробежимся по водкам. Пять озер. 0,5. 330. Зеленая марка. В свое время очень популярная водка была. 690 литр. Русский лед. О, наш Смирнов. О нем я снимал обзор. 700 рублей. Литровая. Пожалуйста. Кизиловая водка. 722 рубля. Дорого-дорого. Маруся. 522 рубля. Ну, дороговато я видел. И дешевле. Армянский виноград. Виноградная водка. 811 рубля. Охренеть цены. Братья армяне. Помилосерднее надо быть. Кстати, меня часто спрашивают, где можно купить полугар. В Воронеже полугар продается в метро. Вот, посмотрите, цены. Одна бутылочка. 2300. 2000. Чеснок и перец. Полугар. Один полугар. Третий. Ну, по 2000. По большому счету, белые росы стоят столько же. Я, конечно, бы отдал предпочтение полугару. Абсолют. 0,5. 800 рублей. В принципе, цены прошлого года. 0,5. 800 рублей. Литровый Абсолют. Вы цену видите. Кстати, обратили внимание, что в года два или три Абсолют выпускается. Немножко видоизменили. Бутылочка на обратной стороне. Буковка А с точечкой у них всегда присутствует. Небольшой такой эверэй дизайн. Ну, и очень новогодний подарок. Это мартини. Часто берут на Новый год. Давайте зафиксируем цены. 19-го года 800 рублей. Литровая. Ну, и, кстати, очень хорошая цена на мартини. Литровая мартини. Две штуки уже 800 рублей. Очень хорошая цена. 700 рублей за литр. Почему нет? Капитан Морган темный. 1000 рублей. Слушайте, за 1000 рублей я себе возьму такой бутылку. Капитан Морган 900 рублей. 998 вместе с кружкой. Один литр. Коль, мы же купим, а? Вообще недорого. За 1000 рублей. Хороший подарок. Plantation в этом году стоит 1750 рублей. Трех бутылочек полторы тысячи. Друзья мои, мы приехали на витрину бурбонов. Кстати, Ириш виски. Proper 12 стоит 2000 рублей. Напомню, в черную пятницу он стоил 1600 рублей. 0,7 1300. Джек Дэниелс. Литровый. 2500. Что касается Джим Дима, то, ну, цены вы видите, да? Дешевле, мне кажется, купить вместе с двумя бокальчиками 1300. Простая, с бокалами дешевле. Space Box. Канадский виски. Очень хороший, интересный. Шоколадный. Полторы тысячи стоит. Черт, убери. Тоже хорошая цена. Ну и RedStack. Что-то 1700. Дорого. 0,7 бурбона Double Wack стоит 1400 рублей. А с женой тоже 1400. 0,7. Слушайте, у меня его нет в баре. Надо подумать. Приехали мы с вами на коньяки. Весопи. Коньяк Рэмми Мартин. Ве 200. Кстати, недорого. Курвазье. Что такое? Весопи Курвазье 5100. Черт, дорого. Ну, видите, ценники. Желтых ценников нет. Красных тоже, ну, цены более чем кусочие. Хеннесси Весопи 2800. Ну-ка, 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 ну-ка. 0,7. 2,800. Побалуем себя на Новый год. Ну и вот такую баночку себе, наверное, тоже на Новый год прикуплю. Соп Хеннесси. Три с половиной. Красивая упаковочка. Печер, побери. Специальная серия. 200-летие продукта. Я думаю, себе на Новый год я сделаю подарок. Друзья, приехали на витрину с солодовых. Виски. Акинтошин. 18-летний. Цену вы видите, да? Акинтошин 12-летний. Цену вы видите. Гленморанджи. 12... 18-летний. Цену вы видите. Бомо. Цена 2019 года. 3000 рублей. Гленливит. 2,700. Гленливит. Мы с вами его пили на канале. 3,200 стоит. Кстати, вот он у нас. Гленфидик. Простой, без всяких понтов. 2,800. 15-летний. 6,300. Джура. Так называемый нас. Без возраста. 2,400. Купили бы вы его. Я вот тоже думаю. Дороговато. Уильям Лоусенс. Литровый. Ну, почти 2,000 рублей. А, стоп. 0,5-824. 0,5-824. Представляете, литвы России дороже Red Label. Сумасшедшая цена вообще не на вагон. Паспорт-скотч. Паспорт-скотч в новой этикеточке, в новой бане, в новой коробочке, в новом дизайне, скажем так, новая этикетка. Тысяча рублей одна бутылочка. Беллс пряный. Беллс пряный по цене водки. 500 рублей. Ну, скажем так, сейчас Беллс разливают у нас в России. И поэтому цена, вы видите, да? Беллс 0,5-й. 519 литровый. 950 рублей. Мак Грегор. Литровый стоит 1600 рублей. 0,7-й. 700 рублей. Клан Мак Грегор. Почти Мак Грегор. Три бутылочки. 711. Ну, тысяча рублей стоит литровая в упаковочке. Ну, хочу сказать, что в метро ассортимент российских коньяков гораздо меньше, чем в Ашане. Оно, да и правильно. Я так считаю, все, что вы видите, есть на витринах. Ну, пускай нашим маркером служит старейшина семерка. 650 рублей. Он с прошлого года, по-моему, не подорожал. Точно не помню. Вот такой подарочный старейшина. 0,5, правда? 611 рублей сила. Кто пробовал коньяк? Мурнай. Я не пробовал. И цена хорошая. Давайте возьмем на Новый год. Давайте снимем цену. 1,899 и 2,600 веса УПИ. Вот это будет мне новогодний подарок. Пожалуй, этого напитка я не пробовал. Если это настоящий француз, я думаю, он будет достоин. Да и цена хорошая для вывеса УПИ. Вполне приличная. Ну, вот и все. Это был краткий обзор цен в магазине Метро в 2019 году, 24 декабря. Увидимся через год. Ну, вы поняли, что-то подорожало, что-то подешевело. Я постарался показать все, ну, или почти все, что мне было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok